Здравствуйте! Часто при проектировании кратковолновых линий связи, кратковолновых радиосетей, да и в радиолюбительстве требуется оценить уровень сигнала в точке приема. Но не просто оценить, а отследить изменение этого сигнала с течением времени или же измерить уровень сигнала в пределах какой-то трассы, вдоль какой-то трассы. Конечно, во всех этих случаях можно вручную записывать показания S-метра радиостанции или приемника, записывать эти показания несколько раз в сутки или же ехать на автомобиле по какой-то трассе и измерять показания, тоже записывать показания S-метра вдоль этой трассы, вручную, в журнал, в блокнот, в компьютер, неважно куда. Но все эти измерения в любом случае будут иметь эпизодический характер. Если же требуется измерить изменение уровня сигнала в течение суток непрерывно или в течение более долгого времени, то конечно вручную этого сделать нельзя, а на автомобиле ехать и записывать показания тоже не очень удобно. Это во-первых. Во-вторых, есть еще другая проблема, то что часто показания S-метра не имеют большого смысла, так как S-метр показывает суммарное значение и полезного сигнала, и шумов, и помех различных. Поэтому чаще более важное значение имеет соотношение сигнал-шум, а не показания S-метра. И уж такие-то показания сигнал-шум мы конечно же не можем просто с радиостанции ниоткуда сочетать ни с S-метра, ни с какого приемника. И вот для того, чтобы все это делать, в автоматическом режиме разработана программа EFSK Tracker, о которой я вам и расскажу в этом видео. Эта программа состоит из двух частей. Передающей, которая используется в точке передачи и генерирует измерительный сигнал, который радиостанция излучает в эфир. И приемной части, которая собственно и называется трекером. Приемная часть анализирует сигнал с выхода приемника, позволяет сохранять измеренные значения в файле в памяти устройства и потом просматривать эти результаты измерений, как изменялся сигнал во времени, как изменялся сигнал при перемещении приемника по каким-то координатам. Можно непосредственно на карте видеть, как изменялся уровень сигнала в разных точках пространства. Как понятно из названия, программа основана на виде модуляции EFSK. Та же самая модуляция, что и используется в КВ-пейджере. Собственно, благодаря КВ-пейджеру и появился EFSK-трекер. Приемная часть EFSK-трекера позволяет одновременно отслеживать сигнал от двух передатчиков, одновременно отображать два графика, чтобы сравнить с какого передатчика сигнал как проходил, как они отличались друг от друга. И сейчас я вам на реальном примере использования EFSK-трекера покажу, как он работает. Проведем эксперимент, при котором будет работать одновременно два передатчика. Один из них будет излучать сигнал EFSK-трекера на антенну с вертикальной поляризацией, другой будет излучать на антенну с горизонтальной поляризацией. Одновременно сигнал двух этих передатчиков будет принимать один приемник, который будет расположен на автомобиле. Автомобиль будет удаляться от точки размещения двух передатчиков. Все это будет происходить в диапазоне частот 3,5 МГц, расстояние будут от 0 до 20 км. В качестве двух одинаковых передатчиков будет использоваться две радиостанции Ulema, имеющих выходную мощность 5 Вт, каждая с питанием от своего отдельного автономного аккумулятора и каждая имеет свою отдельную антенну. Расположены два эти передатчика на небольшом расстоянии друг от друга в полевых условиях. К каждой из этих радиостанций низкочастотным кабелем подключен смартфон с операционной системы Android, на котором запущена передающая часть программы AFSK Tracker. Горизонтальная антенна это укороченный диполь из комплекта радиостанции Ulema. Размеры его 2 по 10 метров. До резонанса на частоте 3,5 МГц он удлинен с помощью двух удлинительных катушек. Высота подвеса центральной точки около 5 метров, края закреплены ниже. А вертикальная антенна это штырь с противовесами, но штырь тоже укороченный, а удлинен он не катушкой, а емкостной нагрузкой, то есть фактически это Т-образная антенна. Противовесы этой антенны лежат непосредственно на земле. Несмотря на то, что антенна эта имеет два горизонтальных проводника в емкостной нагрузке штыря, излучения с горизонтальной поляризацией отсутствует, так как ток в этих проводниках направлен в противоположные стороны и соответственно излучение взаимно компенсируется. В точке запитки применен отсекающий дроссель, который исключает участие фидера и самой радиостанции в работе антенны. В течение всего эксперимента обе радиостанции будут работать на передачу непрерывно, но каждый из них будет работать со своей частотой модулирующего тонн сигнала, поэтому приемник сможет принимать оба этих сигнала одновременно. Радиостанции эти хоть и малогабаритные, но выдерживают работу на передачу непрерывно продолжительное время. Но в программе АФСК трекера предусмотрена возможность работы не только непрерывно, но и периодически. Режим может выбрать сам пользователь. Итак, во время эксперимента два передатчика с разными антеннами, расположенными в одной позиции, будут излучать сигнал в эфир одновременно. Назовём эту позицию стартовой точкой. И от этой точки будет удаляться автомобиль с приемником, в котором будет регистрироваться с помощью программы АФСК трекер уровень сигнала, вернее соотношение сигнал-шума. В качестве приемника 80-метрового диапазона будет использоваться трансивер FT450D, к низкочастотному выходу которого подключен смартфон с программой АФСК трекер. Антенна на автомобиль применена в виде конструкции из труб, запитанных относительно кузова автомобиля, с помощью согласующего устройства. Программа АФСК трекер работала в течение всего времени, пока автомобиль с приемной станцией удалялся от стартовой точки. Все это время программа фиксировала значение уровня сигнала двух независимо работающих передатчиков. Вернее не уровня сигнала, а соотношение сигнал-шум. Теперь мы можем посмотреть на графиках, как изменялся уровень сигнала, вернее опять-таки соотношение сигнал-шум во время движения автомобиля. Можем посмотреть зависимость от расстояния от стартовой точки, зависимость от времени, и даже можем посмотреть на карте, в каких точках траектории движения автомобиля какой был уровень сигнала. Вот так выглядят графики соотношения сигнал-шум и количество ошибок в зависимости от расстояния. АФСК это протокол передачи данных, цифровой протокол, поэтому в нем есть такое понятие, как количество ошибок. Разными цветами на графиках отображены сигналы двух разных передатчиков. Синий цвет это передатчик работающий на антенну с вертикальной поляризацией. Розовый цвет это горизонтальная поляризация. Видим, что в данном эксперименте вертикальная поляризация значительно выиграла у горизонтальной. Можно посмотреть также график зависимости не от расстояния от стартовой точки, а от времени. В данном случае это большого смысла не имеет, так как эксперимент проводился именно с удалением от стартовой точки. Но в экспериментах, где сигнал оценивается в течение времени суток, это как раз может быть полезно. При просмотре информации на карте по всей траектории движения АФСК трекеры отображаются разноцветные точки. Цветом этих точек обозначается уровень сигнала. Чем светлее точка, тем больше уровень сигнала. Чем темнее, тем меньше уровень сигнала. Вот мы видим светлые желтые точки на небольшом удалении от стартовой точки. На больших удалениях мы уже наблюдаем более темные точки. В этих местах соотношение сигнал-шум было очень небольшим. Даже если бы мы вручную записывали показания сметра или какого-то измерителя соотношения сигнал-шум, то вместе с каждым результатом измерения нам пришлось бы записывать еще и текущее время и координаты той точки, где мы принимали сигнал. А в случае использования программы на смартфоне все это происходит автоматически, так как в телефоне естественно есть часы и есть система определения координат. И программа просто берет все эти данные и записывает файл вместе с результатами измерений. И пользователь может вообще не участвовать в процессе измерения, а только лишь потом просмотреть готовые графики или информацию на карте. Как вы наверное поняли, судя по сходству этой программы с проектом KVPager, автором ее создания тоже является Евгений Сладкевич, фирма Radeal. Он нам сейчас и расскажет о том, как появилась эта программа. Программа AFSK Tracker является графопостроителем AFSK сигнала, то есть того сигнала, который применяется в KVPager. Отличается от измерения обычным анализатором спектра тем, что мы можем вытаскивать сигналы уже из-под шумов. То есть мы можем принять, замерить и записать сигналы, который находится под шумами собственной аппаратуры и эфирных тресков. Эта программа была разработана для анализа трассы от Воркуты до Карского моря. Порядка 300 километров по трассе, которой необходимо было обеспечить бесперебойной радиосвязью именно вот в текстовом режиме. Результатом измерений является график, который демонстрирует зависимость сигнал-шум от пройденного расстояния, от дистанции радиосвязи. Или такой показатель, как рейтинг ошибок. То есть с каким качеством приходил текстовый сигнал. Либо второе измерение, это уже по времени. Мы можем проводить измерения между двумя стационарными объектами и измерять уровень сигнал-шум, или опять же рейтинг ошибок, в зависимости от времени суток, от сезона. То есть какое прохождение радиосигнала у нас будет на фиксированной дистанции на данных частотах. Тоже очень важно для стационарных объектов. Кроме обычного графика в декартовых координатах, программа IFSK Tracker позволяет рисовать сам маршрут по карте, где цветовая гамма точками, в зависимости от цвета, будет указывать, с каким качеством в данной местности приходил сигнал. Помимо программы IFSK Tracker, была создана еще и вторая программа, называется Swip Tracker. Здесь полоса излучения маяка гораздо шире, составляет около 2,5 кГц, что идентично человеческому голосу. Таким образом, мы можем уже оценивать трассу по качеству радиосвязи на примере голосового сигнала. Единственное, вместо голоса у нас будут идти эталонные сигналы Swip Tracker. И точно также отображаться на графике или на карте. Подробно обо всех возможностях и особенностях программы IFSK Tracker написано на сайте, ссылка на которую есть в описании к этому видео. Там же можно и скачать программу. Существует как платная версия, так и бесплатная, с небольшими ограничениями. Передающая часть программы, то есть маяк, существует как для смартфонов на базе платформы Android, так и для компьютеров на базе Windows. А вот приемная часть, то есть собственно сам Tracker, существует только для смартфона. На этом пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Здесь был Алексей Игонин. Подписывайтесь на мой канал, на группу ВКонтакте, Facebook. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok